Железо. Для кого-то строительный материал, а для кого-то инструмент вдохновения. Нурмагомед Амаров нашел второе применение в своей технической профессии. Сварщик по специальности уже 12 лет делает из металлоскульптуры. Здесь неважно иметь образование, потому что есть в истории искусства примеры, где люди, не имеющие художественного образования специализированного, просто открывали вехи целые в искусстве. И тут это либо есть, либо нет. А вот у него еще очень высокое чувство стиля, композиции, вкуса. И я просто могу поздравить всех нас, что у нас появился новый художник. Первую свою скульптуру Нурмагомед сделал для сына. Это был забавный железный человек. Затем были другие работы. Амаров увлекся созданием скульптур из металлических отходов и лома. Это Дон Кихот. Его автор также собрал из того, что нашел под рукой. Когда-то ржавые железки теперь красуются в музее и поражают воображение зрителя. В особенности первые работы, это были те, которые, ну вот просто было время свободное, груда мусора, и он начал из этого что-то конструировать. Когда вообще ничего нет, то входят болты, и появляются вообще вот эти маленькие, невероятные по пластике фигуры. Это люди, это вот Дон Кихот, это мотоциклисты, или вообще потрясающая. Здесь есть одна фигура, где просто из одного гвоздя ты видишь абсолютно персонаж живой. То есть это вот человек. А по факту это вот из одного гвоздя вот сделать такую линию, чтобы мы все поверили, что она живая. Это вот, это, конечно, это талант. Увлечение Нурмагомеда Амарова переросло в серьезные занятия. Его произведения – это парковые и интерьерные скульптуры. Его инсталляции украшают городские пространства, музейные и частные собрания. Карим Даниев, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала.